МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выстрел. Скоротечность этого процесса не подвластна человеческому глазу. Вспышка и хлопок длятся буквально доли секунды. Но порой эти доли секунды отделяют мир от войны, жизнь от смерти. Сила оружия чувствуется в каждой линии его формы, в каждом грамме его веса. Этим и притягательно, и страшно оружие. Против кого направить эту силу, вопрос останется открытым, пока существует само оружие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА История создания отечественного стрелкового оружия была непростой. Некоторые образцы стали известны на весь мир. Некоторые так и не вышли за рамки опытного производства. Различные огневые задачи, стоящие перед стрелковым оружием, привели к необходимости иметь на вооружении целую систему образцов оружия различного назначения. В этой серии речь пойдет об автоматах. Сегодня автомат является наиболее массовым видом стрелкового оружия и составляет основу системы отечественного стрелкового вооружения. Термин автомат чисто российский. Сначала так было названо оружие, разработанное Владимиром Федоровым в 1916 году. Затем в СССР также называли пистолеты-пулеметы. После создания промежуточного патрона образца 1943 года это название перекочевало на новое оружие, на то, которое мы подразумеваем под словом «автомат сегодня». Во многих странах мира образцы оружия, подобные отечественному автомату, называют штурмовыми или автоматическими винтовками, а иногда автоматическими карабинами. Необходимость появления нового вида оружия под патроны меньшей мощности, чем винтовочной, появилась еще во время Первой мировой войны. Уже тогда стало очевидно, что оружие под винтовочные патроны, обеспечивающие дальность полета пули на 3-3,5 тысячи метров, применялось, как правило, на значительно меньших дальностях. Использование мощных патронов приводило к ненужному расходу пороха и металла, уменьшало носимый боезапас. Стрельба такими патронами сопровождалась сильной отдачей. Также мощные винтовочные патроны долгое время не позволяли разработать легкое и надежное автоматическое индивидуальное стрелковое оружие взамен магазинных винтовок. В России первую попытку создания такого оружия предпринял Владимир Григорьевич Федоров. В 1916 году он спроектировал свой автомат под патрон калибра 6,5 мм. Этот патрон был меньшей мощности, чем принятые тогда в Европе винтовочные патроны. Федоров понимал, что для создания индивидуального автоматического оружия мощность винтовочного патрона избыточна. Но время для реализации его идей еще не пришло. В Советском Союзе реализовать на практике предложение Федорова по уменьшению мощности патрона удалось только после Второй мировой войны. В 30-х-40-х годах советское автоматическое оружие развивалось по двум направлениям. Автоматические и самозарядные винтовки и пистолеты-пулеметы. В начале 40-х на Западе уже были созданы первые образцы оружия под патрон уменьшенной мощности. Интерес к такому оружию появился и у советских военных. Летом 1943 года состояло заседание Технического совета Наркомата обороны. На нем были рассмотрены образцы стрелкового оружия. Трофейный немецкий автоматический карабин МКБ-42. Он был создан под патрон меньшей мощности, чем винтовочный патрон. Это принципиально новое оружие впервые было захвачено красноармейцами на Волховском фронте в конце 1942 года. Машининг-карабин стал прообразом немецкого автомата «Штурмгивер-44». Вторым образцом стал самозарядный карабин М1, переданный нам американцами для изучения. Рассмотрев эти образцы, Технический совет Наркомата обороны принял решение о срочной разработке собственного патрона уменьшенной мощности и оружия под него. Позже этот патрон получил название промежуточного, потому что по мощности он как раз и занял промежуточное положение между пистолетным и винтовочным патронами. Промежуточный патрон легче и компактнее, чем винтовочный, а это значит, что носимый боекомплект солдата больше. К тому же промежуточный патрон – это весьма ощутимая экономия пороха и дефицитных цветных металлов в производстве. Облик нового патрона в общих чертах был сформирован к осени 43-го года. В ноябре объявили конкурс на разработку индивидуального автоматического оружия под этот патрон. Требовалось создать автомат, самозарядный карабин и ручной пулемет. На первых конкурсных испытаниях лучшим был призван автомат Судаева АС-44. С ним конкурировали еще семь автоматов, не менее именитых отечественных конструкторов. Однако ни один из них не удовлетворял требования технического задания. Именно поэтому в конце 1945 года были доработаны тактико-технические требования к оружию и объявлен новый конкурс на создание автомата. В этот раз свой проект представил и старший сержант Калашников. Конкурс был закрытым, и молодой конструктор подготовил документацию под шифром «Мехтим» сокращением своего имени-отчества. Михаил Тимофеевич. Конкурс оказался очень напряженным. Всего было представлено 16 эскизных проектов автоматов. Комиссия отобрала 10 из них с условием необходимых доработок. Рекомендации к изготовлению опытных образцов получило только 6 проектов. В металле изготовили 5. По результатам первого тура испытаний осталось всего 3. Среди финалистов был и автомат Калашникова АК-46. Тем не менее, ни он, ни другие образцы не удовлетворяли требованиям по кучности стрельбы, надежности и живучести. К маю 1947 года Калашников представил очередную версию своего автомата. У меня в руках АК-46 номер 2. Этот автомат сильно отличается от того оружия, которое мы сегодня называем автомат Калашникова. По-другому были устроены детали автоматики. Другая крышка ствольной коробки и ствольная коробка. Вы видите рукоятку перезаряжения, которая находится слева. По-другому устроены предохранитель и переводчик огня. Этот автомат Калашников представил в двух вариантах. АК-46 номер 2 имел постоянный деревянный приклад и предназначался для пехоты. АК-46 номер 3 отличался от второго номера складным металлическим прикладом и был предназначен для десантников. Автоматы Калашникова на этом этапе конкурса заняли только третье место, уступив обоим конкурентам – автомату Булкина и автомату Дементьева. Комиссия вновь рекомендовала провести доработки оружия. Новый этап испытаний был назначен на август того же 1947 года. Конструкторы автомата Михаил Калашников и Александр Зайцев решили втайне от руководства не доработать, а полностью переделать оружие. Условиями конкурса это не допускалось. Этот рискованный шаг себя оправдал. АК-47 оставил конкурентов позади и был рекомендован в серию. Это автомат Калашникова АК-47 номер 10. Он был выпущен в 1948 году. Автомат имел дульный тормоз, рукоятку перезаряжания вот такой формы. И именно в таком виде автомат поступил на войсковые испытания. К автомату остались нарекания покучности стрельбы, но решать эти проблемы собирались параллельно, не задерживая выпуска серии. В 1949 году автомат Калашникова был принят на вооружение. Помимо АК, в комплекс стрелкового оружия Советской Армии вошел самозарядный карабин Симонова СКС и ручной пулемет Дегтярева РПД. Автомат Калашникова выпускался в двух модификациях. АК с постоянным деревянным прикладом для пехоты и АКС со складным металлическим прикладом для десантников и экипажей боевых машин. Автомат Калашникова АК. Патрон 7,62х39 мм. Масса со снаряженным магазином 4,860 кг. Емкость магазина 30 патронов. Темп стрельбы 600 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули 700 метров в секунду. Дальность прицельной стрельбы 800 метров. До сих пор не утихают споры о том, послужил ли прототипом автомата Калашникова немецкий штурм Гейвер 44. Сторонники этой гипотезы говорят об их внешнем сходстве. Утверждают также, что известный немецкий оружейник Хуго Шмайсер, вывезенный в СССР в октябре 46-го года, якобы работал над автоматом на заводе в Ижарске. Версия о немецком следе в автомате Калашникова выглядит безусловно красиво. Но при ближайшем рассмотрении она оказывается несостоятельной. Несмотря на внешнюю похожесть этих автоматов, они представляют из себя разное оружие. Запирание затвора в штурмовой винтовке осуществляется перекосом затвора у автомата Калашникова и его поворотом. По-разному устроены ствольные коробки, различные конструкции ударно-спусковых механизмов. Возвратная пружина штурмовой винтовки находится в прикладе в автомате Калашникова под крышкой ствольной коробки. По-разному крепятся магазины. Для стрельбы из штурмовой винтовки салату выдавалась специальная жаростойкая перчатка, чтобы не обжечь руки. В автомате Калашникова имеется удобное деревянное цевье. Существует еще одна байка о том, что Шмайсер помогал Калашникову создавать свой автомат. Но стоит напомнить, что разработка автомата Калашникова происходила в Коврове, а Шмайсер в это время находился в Ижевске. Безусловно, появление у противника штурмгивер-44 не осталось без внимания. В Советском Союзе трофейные образцы немецкого автомата тщательно изучили. Это поспособствовало началу работ над созданием промежуточного патрона и оружия под него. Принятый на вооружение автомат Калашникова заменил пистолеты-пулеметы ППШ и ППС, а также трехлинейную винтовку и карабин. АК на долгие годы стал основным индивидуальным оружием солдата Советской Армии. Выпуск АК начался в Ижевске. Туда же был командированный сам Калашников. Работа над автоматом продолжалась уже на заводе. В ходе серийного производства автомата совершенствовалась его конструкция. Изменялись конструкционные материалы. Все делалось для того, чтобы снизить массу автомата и повысить технологичность его производства. В результате в 1954 году на вооружение был принят облегченный автомат Калашникова. Внешне он отличается наличием фрезерованной ствольной коробки. Деревянные части начали выполнять из березовой фанеры вместо массива древесины у его предшественника. Удалось также снизить себестоимость оружия. Вместо 2000, который обходился стороне старого автомата, стоимость нового автомата снизилась до 676 рублей. Автомат стал не только дешевле и легче, но и надежнее. Сравнительные испытания показали, что АК, незначительно уступая самозарядному карабину Симонова по кучности боя одиночным огнем, превосходил СКС по надежности работы автоматики, маневренности и боевой скорострельности. Пуля-дура, штык-молодец. Этот афоризм Суворова всегда помнили и в русской, и в красной, и в советской армии. Обучение приемам штыкового боя всегда было частью подготовки бойца-пехотинца. Как писал генерал Драгомиров, удар штыком – движение вперед, которое уже само по себе выражает чувство нашего превосходства над неприятелем. Еще более образно было сказано в заключении научно-исследовательского полигона стрелкового вооружения. В современных условиях штык по-прежнему является материальным представителем высшего напряжения воли к победе, поэтому штык должен быть и у автомата. Облегченный автомат Калашникова комплектовался отъемным штык-ножом клинкового типа. Этот штык-нож использовался и как штык, и как нож для ведения рукопашного боя. Нож переносился в металлических ножнах на поясном ремне. К автомату Калашникова модернизирован был разработан новый штык-нож, который отличался предыдущего и конструкцией рукояткой, и конструкцией самого клинка. Были расширены функциональные возможности этого ножа. С его помощью можно было резать металлическую проволоку, в том числе и находящуюся под напряжением. Для этого на ножнах имелась резиновая накладка. На обухе ножа имелась пилка. Позже к автомату Калашникова модернизированного был разработан еще один штык-нож, который отличался от предыдущего формой рукоятки и пластиковыми ножнами. Для автомата АК-74, его поздних вариантов, был разработан более совершенный штык-нож, который отличался и формой клинка, и формой рукоятки. Надо ли говорить, что все сведения об автомате и боевой подготовке войск ревностно охранялись от западных спецслужб? Запрещено было публиковать снимки автомата в открытой печати, раскрывать его характеристики. До середины 50-х АК носили только в чехлах, а на стрельбище обязывали собирать гильзы все до единой. Впервые автомат Калашникова был показан общественности в художественном фильме «Максим Перепелица», который вышел на экраны страны в 1955 году. А вот действуй, как я! Впрочем, в мире кино, где время порой течет иначе, этот автомат появился гораздо раньше, чем в реальном мире. В польском сериале «Четыре танкиста и собака» у экипажа танка Т-34 уже замечен АК, хотя по сюжету действие происходит в конце Второй мировой. На самом деле, первую проверку в реальной боевой обстановке АК прошел в Венгрии в 1956 году. Только там западным спецслужбам все-таки удалось заполучить несколько образцов автомата Калашникова. Появление на Западе мощного и простого советского оружия под промежуточный патрон заставило американских военных начать проработку качественно нового образца штурмовой винтовки. Результатом этих работ стало появление американской М-16. К 1955 году возможности применения автомата Калашникова расширились. На вооружение поступили новые модификации автомата АКН и АКСН. Литера «Н» означало, что на автомат был установлен ночной прицел НСП-2. Ночной стрелковый прицел НСП-2 устанавливался на автоматах Калашникова АК, ручных пулеметах Дегтярева РПД и ручном противотанковом гордомете РПГ-2. Это был прицел активного типа. Для этого у него имелся инфракрасный прожектор. Питание прицела осуществлялось от серебряно-цинковых аккумуляторных батарей, которые находились вот в этом аккумуляторном отсеке, переносимом на поясе. Его масса 2 килограмма. Масса прицела в боевом положении составляла 5 килограммов, что было даже больше, чем масса самого автомата. Дальность прицельной стрельбы ночью, которая обеспечила этот прицел, составляла всего лишь 250 метров. После принятия автомата Калашникова на вооружение, работы по совершенствованию системы стрелкового оружия в Советском Союзе продолжались. Одной из задач стала унификация стрелкового комплекса. Напомним, что кроме самого АК, в этот комплекс входил самозарядный карабин Симонова и ручной пулемет Дегтярева РПД-44. Унификация позволила бы облегчить производство оружия и упростить процесс обучения солдат. Новый комплекс индивидуального стрелкового оружия приняли на вооружение в 61-м году. Комплекс состоял из автомата Калашникова АКМ и ручного пулемета Калашникова РПК. Советским оружейникам впервые удалось добиться столь высокой степени унификации нового оружия. 70% деталей и сборочных единиц АКМ и РПК были взаимозаменяемы. За разработку нового комплекса стрелкового оружия Михаилу Тимофеевичу Калашникову в 1958 году было присвоено высокое звание Героя социалистического труда. Модернизированный автомат Калашникова был создан в двух основных вариантах. С неотъемным деревянным прикладом автомат АКМ и со складным металлическим прикладом автомат АКМС. В сложенном положении приклад обеспечивал безопасность и удобство десантирования. Стрелять можно было и со сложенным прикладом. Автомат Калашникова модернизированный АКМ. Патрон 7,62х39 мм. Масса в снаряженном состоянии 3,6 кг. Дальность прицельной стрельбы 1000 метров. Начальная скорость пули 715 метров в секунду. Помимо АКМ и АКМС, на вооружение поступили и версии автоматов с ночным прицелом НСП-3. Несколько позже для АКМ был разработан компенсатор. Он уменьшал увод автомата под действием отдачи. Кучность стрельбы автоматическим огнем по сравнению с АК стала выше в полтора-два раза. По сравнению с автоматом АК, в новом оружии удалось значительно снизить массу. АКМ со снаряженным магазином весил почти на килограмм меньше, чем первая версия АК. Война во Вьетнаме проверила новое оружие в условиях реального боя. Советский Союз, стоявший за спиной коммунистического северного Вьетнама, помогал братскому народу оружием, в том числе и автоматами Калашникова. США испытывали в боях опытную винтовку АР-15, прообраз знаменитой М-16. АР-15 была создана под патрон калибра 5,56. Несколько единиц этого оружия разведка доставила в СССР. Американская винтовка была тщательно изучена и испытана. Оказалось, что по кучности автоматического огня и по дальности прямого выстрела американская винтовка превосходит АКМ. Все это послужило толчком к созданию в СССР нового патрона калибра 5,45 и комплекса оружия под него. В 1967 году был объявлен конкурс на создание автомата и ручного пулемета под новый патрон. Из десятка представленных опытных образцов к войсковым испытаниям допустили только двух претендентов. Автомат под шифром А3 со схемой автоматики АКМ был разработан ижевскими оружейниками. Ковровские конструкторы представили образец СА-006. По кучности стрельбы автоматическим огнем СА-006 превосходил своего конкурента. Но несмотря на ряд достоинств этого образца, предпочтение отдали автомату Калашникова. В 1974 году он и был принят на вооружение под наименованием АК-74. Автомат Калашникова АК-74. Патрон 5,45 на 39 миллиметров. Масса в снаряженном состоянии 3,6 килограмма. Дальность прицельной стрельбы 1000 метров. Начальная скорость пули 900 метров в секунду. Этот автомат был создан уже под новый патрон. Чем отличается патрон 5,45 от автоматного патрона 7,62? Новый патрон стал на 6 граммов легче. Казалось бы, разница невелика. Но при одинаковом весе боезапаса для АК-74 с собой можно взять больше патронов, чем для АКМ. То есть 100 патронов к АКМ весят столько же, сколько 150 патронов для АК-74. У патрона калибра 5,45 стала легче и сама пуля, а ее начальная скорость увеличилась. Это значит, что пуля быстрее долетит до цели, и поправки для стрельбы надо делать меньше. Вероятность поражения цели увеличивается. Настильность траектории пули калибра 5,45 стала лучше, то есть траектория стала ближе к прямолинейной, а следовательно увеличилась дальность прямого выстрела. Существует устойчивое заблуждение о том, что автоматные пули калибра 5,45 мм при стрельбе через траву, кустарник, через листву сильно отклоняются в сторону, просто уходят в бок. Проведем эксперимент. На дистанции 100 метров будет стрелять два автомата, АКМ и АК-74. Проверим кучность оружия до входа в куст и после куста. Мы подготовили вот такой макет куста, но, пожалуй, даже немного перестарались. Куст получился очень густой. В настоящем лесу таких не бывает, но тем интереснее будет результат. Стрелять мы будем на дистанции 100 метров. На куст мы повесили мишень, а позади него установили контрольный щит, на котором будем изучать результат попадания. Вот подопытные автоматы с коричневым магазином АКМ, а с черным АК-74. Оружие готово, все находятся за линией огня. Можно начинать. Первым у нас стрелял АКМ по правой мишени. Поперечник 17 сантиметров. По левой мишени стреляли из АК-74. Поперечник 15,5 сантиметров. Пойдем смотреть дальше. В двух метрах позади куста кучность. Справа у нас АКМ. Поперечник 18,5. Незначительное ухудшение кучности. Значительное количество пуль плашмя и овалы. Слева АК-74. Поперечник 28. Ухудшение кучности. Часть пуль попадала плашмя и овалы. Тем не менее, ни одна пуля в сторону не улетела. И этой кучности достаточна для поражения цели за кустом. Как и у всех предшественников, в семействе АК-74 была версия со складывающимся металлическим прикладом АКС-74. Этот автомат предназначался в первую очередь для десантников, а также использовался экипажами танков и БМП. Но даже со сложенным прикладом длина АКС-74 70 сантиметров в некоторых случаях была великовата. Например, при экстренном покидании боевой машины экипаж порой просто не успевал вынуть автомат из укладки. В чрезвычайной ситуации дорога каждая секунда, и вылезти из люка с относительно длинным оружием было сложно. Военнослужащим других специальностей также требовалось компактное и мощное оружие самообороны. С 51-го года в качестве такого оружия использовался автоматический пистолет Стечкина, но по дальности эффективной стрельбы АПС был слабоват. В 79-м году на вооружение приняли АКС-74У, укороченный вариант автомата АКС-74. АКС-74У поступил на вооружение гранатометчиков и экипажей боевых машин. Позже этот автомат получили и различные подразделения МВД. Сегодня чаще всего АКС-74У можно увидеть у сотрудников ГИБДД. Серьезным испытанием для автоматов Калашникова стала война в Афганистане. Выяснилось, что под палящим солнцем лак, которым покрыт приклад и цевьё, размягчался, прилипал к рукам и доставлял неудобства стрелку. Поэтому, часто получив новый АК-74, бойцы сразу же соскабливали с деревянных деталей весь лак. Самостоятельной доработке в полевых условиях подвергался и АКС-74. Металлический приклад, раскалившись на солнце, тоже мог обжечь стрелка. С этим неудобством боролись, обматывая приклад резиновыми жгутами или изолентой. Всего выпускалось четыре варианта АК-74 с постоянным и складным прикладом, а также их модификацией с ночными прицелами. В начале девяностых решили вместо четырёх создать один автомат, который заменил бы все предыдущие версии АК-74. Новой модификацией автомата Калашникова стал АК-74М. Литера М означает «модернизированный». Основной особенностью автомата АК-74М стал складной пластиковый приклад. Он удобнее, чем металлический, с ним комфортнее стрелять при низких температурах. Кроме того, на автомате была установлена стандартная планка для прицелов. Любой автомат мог комплектоваться ночными или дневными прицелами. Была повышена конструктивная прочность ряда деталей. Основные боевые характеристики остались такими же. Вспомним, что своим появлением АК-74 отчасти обязан американской винтовке М-16, попавшей в Советский Союз из Вьетнама. Оба образца созданы под малокалиберный патрон. Калибр советского 5,45, американского 5,56. Интересно было бы их сравнить и попытаться понять, что же лучше, автомат АК-74 или штурмовая винтовка М-16. По дальности прямого выстрела американская винтовка превосходит отечественный автомат. Большая длина прицельной линии обеспечивает более точное наведение оружия, чему способствует и диоптрийный прицел. При стрельбе одиночным огнем американская винтовка превосходит автомат Калашникова. АК-74 имеет открытый механический прицел. Он менее точен на наведение оружия, но обеспечивает более быстрое наведение оружия в цель. При стрельбе автоматическим огнем превосходство остается за нашим автоматом, поскольку импульс отдачи нашего патрона меньше, чем американского. Автомат отличается высочайшей надежностью и поэтому показатели не имеет равных в мире. По своим боевым свойствам эти два боевых образца можно расценивать как примерно одинаковое оружие. Интересно сравнить М-16 и АК-74М с точки зрения надежности. Удалось ли американцам превзойти в этом автомат Калашникова? Такие испытания неоднократно проводились специалистами СНИИ «Точмаш». Как поведет себя оружие после контакта с водой? АК-74М стреляет без задержек. Винтовка М-16 сделала только один выстрел. Произошел отказ в работе автоматики из-за деформации затворной рамы и ствольной коробки. Следующее испытание – устойчивость оружия к запылению в специальной камере. Пыль может стать причиной отказа автоматики. Но автомат Калашникова продолжал работу. М-16 смогла стрелять только одиночными выстрелами и то не без посторонней помощи. Оружие проверялось и на прочность. Сможет ли оно продолжать стрельбу после пятикратного падения на бетон с высоты в один метр? АК-74М прошел и это испытание. У М-16 задержка. Патрон уткнулся в пенек ствола из-за деформации магазина при падении. Сравнивалась и эффективность оружия. АК-74М пробил лист из броневой стали толщиной в 6,5 миллиметров. Винтовка М-16 оставила на них только вмятины. Как упоминалось выше, АК был принят на вооружение при условии, что работы по улучшению кучности будут вестись параллельно с серийным производством. С каждой новой версией автомата Калашникова кучность стрельбы становилась лучше. Тем не менее, конструкторы продолжали вести работы над улучшением кучности стрелкового оружия. По итогам опытно-конструкторской работы АБАКАН в 1997 году на вооружение российской армии был принят автомат Никонова АН-94. Автомат Никонова АН-94. Патрон 5,45 на 39 миллиметров. Масса в снаряженном состоянии 4,3 килограмма. Дальность прицельной стрельбы 700 метров. Начальная скорость пули 900 метров в секунду. Темп стрельбы 1800-600 выстрелов в минуту. Характеристики темпа стрельбы могут вызвать вопрос. Так сколько все-таки выстрелов в минуту делает этот автомат? 1800 или 600? Это как раз и есть одна из особенностей автомата Никонова. При стрельбе очередью АН-94 успевает совершить первые два выстрела за то время, пока стреляющий механизм совершает откат. То есть оружие остается стабилизированным, и стрелок получает импульс отдачи только когда две пули уже на пути к цели. Поэтому и получается, что первые два выстрела происходят с темпом 1800, а следующие, если не отпускать спусковой крючок, уже с обычным для автомата темпом 600 выстрелов в минуту. Дульный тормоз замкнутого типа выглядит несколько необычно, но он тоже существенно повышает стабилизацию оружия при стрельбе. Это значительно уменьшает смещение автомата с линии прицеливания после первого выстрела и улучшает кучность стрельбы. Все эти конструктивные решения позволили повысить кучность АН-94 в несколько раз по сравнению с АК-74. В полтора раза увеличилась и вероятность поражения цели. Другой способ повышения кучности стрельбы применен в автомате АЕК-971. В этом образце ковровские оружейники реализовали конструктивную схему со сбалансированной автоматикой. Дело в том, что во время автоматической стрельбы на само оружие действуют несколько разнонаправленных импульсов, создаваемых работой механизмов автоматики. Это приводит к значительным колебаниям оружия и, как следствие, к ухудшению кучности его стрельбы. Конструктивная схема оружия со сбалансированной автоматикой основана на том, чтобы погасить эти импульсы. Для этого подвижный механизм состоит из двух частей, приблизительно равных по массе. Перемещение этих частей согласовано по скоростям и разнонаправленно, а их удары в крайних положениях синхронизированы. Благодаря этому импульсы гасят друг друга и колебания от движения частей на корпус оружия при стрельбе не передаются. Остается только импульс отдачи от выстрела, который может быть значительно уменьшен применением эффективных надульных устройств. Схема со сбалансированной автоматикой облегчает удержание оружия на линии прицеливания и повышает кучность стрельбы очередями. В самом конце 20-го века многочисленное семейство оружия Калашникова пополнилось автоматами сотой серии. За основу был взят АК-74М, но разработали новое оружие под автоматные патроны России и НАТО. Автомат Калашникова заложил мощный фундамент для последующей модернизации и совершенствования. И то, что оружие Калашникова состоит на вооружении уже больше 50 лет, не значит, что за это время не смогли создать ничего нового. Стрелковое оружие по сравнению с другими образцами военной техники самое консервативное. Непрерывно изменять систему стрелкового вооружения нецелесообразно в первую очередь по экономическим соображениям. Чтобы перевооружить армию на принципиально новый образец, создать мобилизационный запас, изготовить миллиарды новых патронов, необходимы колоссальные средства. Поэтому существующие сегодня автоматы еще долго будут находиться на вооружении. Современное стрелковое оружие практически достигло принципиального предела своего совершенства. А вот предела совершенства человека, который использует оружие, нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова